И в продолжении темы. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой медиа-коммуникации Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления Кузьмин Андрей. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Хрустальный валенок, уже юбилейный валенок, 10 лет. А в этом году вы организовываете новую премию, это открытый политик. Голосование уже завершилось. Расскажите вообще об этой премии. Какое количество человек приняло в голосовании участие? И вообще зачем вы и почему решили провести такую премию? Расскажите, пожалуйста. Ну вообще существует закон, который обязывает органы власти и должностных лиц быть открытыми. Это закон, так называемое законодательство об информационной открытости, так скажем. Уже в 1993 году был издан указ президента о дополнительных гарантиях прав граждан на информацию, в котором, собственно, и впервые появляется понятие информационная открытость. И оно становится принципом деятельности органов государственной власти, не только органов государственной власти, но и организаций, предприятий и должностных лиц. Уже в 2006 году появился закон ФЗ-149 об информации, информационных технологиях и информационной безопасности, где информационная открытость уже становится принципом правового регулирования отношений между властью и обществом. И как раз в этом законе говорится о трех основных формах реализации информационной открытости. То, что органы власти должны быть доступными, то есть они должны вовремя и правильно, объективную и достоверную информацию выкладывать на доступных для всех граждан, всех заинтересованных лиц ресурсов, в том числе и в интернете. Третье. Второе. Органы власти, должностные лица, они должны информировать, то есть не только размещать на каких-то платформах, удобных для использования, но и сами выходить, в том числе и в средства массовой информации, и информировать граждан по тем управленческим решениям, которые касаются граждан организации, граждан страны. Ну и третья форма реализации – это уже общественный контроль. То есть общественность уже сама может контролировать деятельность органов государственной власти. Вот три основные формы о информационной открытости – доступность, информирование и контроль. И кроме этого, у вас также есть новшество, да? Это лучшее продвижение в соцсетях. Вот расскажите, пожалуйста, кратко, что это за конкурс, что он вообще из себя представляет? Конкурс «Лучшее продвижение в социальных сетях» – ну это действительно конкурс, прежде всего коммерческих компаний, которые занимаются SMM. Но вы знаете, что продвижение в социальных сетях – это достаточно перспективный и на сегодняшний день один из самых эффективных продвижений именно коммерческих компаний, особенно тех компаний, которые работают в сегменте B2C на потребительском рынке. Естественно, это очень такой эффективный канал. Но мы решили действительно показать, как компании Республики Бурятия, во-первых, оценить, а во-вторых, показать, что коммерческие компании в Республике Бурятия очень эффективно и очень активно занимаются SMM-продвижением. И вот, собственно, мы решили… Ну, вы сами понимаете, что «Хрустальный валенок» является еще уже и школой для студентов, поэтому студенты-выпускники должны знать основные параметры, основные показатели эффективности продвижения в социальных сетях, для того, чтобы эффективно осуществлять уже это направление деятельности своей профессиональной. И вот-вот у вас стартовало голосование за лучшую рекламу и лучшего рекламораспространителя. Вот предлагаю, так скажем, призвать, чтобы жители города, республики заходили на сайт и оставляли свои голоса. Да. Голосование проходит на сайте хруст-валенок.ру. Голосование проходит на лучшую рекламу. Это первая номинация. В общем-то, это простое голосование. Там участвует всего лишь 7 рекламных кампаний, 7 картинок, которые вы увидите. Если вы сможете их правильно идентифицировать, какой кампании они принадлежат, то, соответственно, эта кампания уже получает ваши голоса. Ну и вторая номинация – это лучший рекламораспространитель, в который, собственно, принимает участие или телекомпания АТВ. Поэтому, зрители компании АТВ, принимайте, активно поддерживайте ваш телеканал, голосуйте за него. И также есть голосование на лучшее радио и на лучшую газету. Андрей Владимирович, спасибо большое за беседу. Спасибо вам за приглашение. Полную версию интервью смотрите в программе «Актуальная тема» сразу после выпуска новостей. А мы двигаемся далее.